Саламастар Маккурмитт от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я сегодня хотел бы рассказать о том кризисе, который сейчас надвигается на Казахстан, который уже в Казахстане, который уже во всем мире, но объяснить, почему существующий кризис наиболее тяжелый и опасный, и объяснить, что такого кризиса еще не было в истории независимого Казахстана. Я думаю, что такого кризиса в мире было очень мало, но во всяком случае, как минимум с 1991 года, таких масштабных кризисов не было в принципе в мире. Здесь два фактора. Первый – это стремительное падение цен на нефть. Соответственно, второй – это накладывание на этот кризис, связанный с распространением коронавируса. И, конечно же, наша страна постоянно живет в кризисе, хотя говорится, что был период очень хороший, когда цены на них были высокие. Это приблизительно начало 2000-х годов до последних двух девальваций. Но, тем не менее, нынешняя ситуация, конечно, она кардинально отличается от предыдущих лет. Мне вот вчера люди пишут, что у нас был кризис в 2009 году, там раньше как-то, позже, две девальвации. Денег у нас нет, мы переживем, подтянем пояса и будем жить дальше. Вот, собственно, вот такое рассуждение. К сожалению, ситуация не такая. Я в этой связи хотел бы пояснить, почему она отличается от всех предыдущих кризисов. Итак, вы знаете, что вчера произошло масштабное падение цен на нефть. Сейчас где-то нефть болтается на уровне 35 долларов за баррель. В начале года она была 68. Ну, то есть, фактически, двукратное падение цен на нефть произошло. А наши финансисты заявляют, что в бюджет страны формируется в основном 44% якобы от доходов от нефти. Да, наверное, это так. Но еще не забывайте, есть сырьевые компании, которые производят металлы, поставляют труды, производят уголь и все прочее. Это сырьевые и горнодобывающие компании. И суммарно, конечно же, именно они составляют основу нашего бюджета. Суммарно более 50% это именно сырьевой сектор. И когда происходит масштабное падение цен на нефть, в результате падения спроса. Второе. Та ситуация, которая сейчас разворачивается с развитием коронавируса, это приводит к остановке крупных предприятий, которые покупают металлы, соответственно, крупнометаллургические компании. Люди начинают вообще меньше чего-либо покупать. Это приводит к падению деловой активности. Соответственно, падение цен произойдет в итоге не только в нефтяном секторе, но и в сырьедобывающих предприятиях или горнодобывающих предприятиях Казахстана. Собственно, мы только это и поставляем. Все остальное мы, вы знаете, импортируем. И поэтому это приведет к тому, что бюджет страны начнет резко уменьшать свои доходы, пополняться меньше будет, будет дефицит. Этот дефицит должен покрываться за счет резервов страны, которые были накоплены дали, ранее. Ну, какие резервы? Ну, резервы от Национального фонда. Сейчас там чуть больше 61 миллиард долларов, заявляет правительство. Национальный фонд, Национальный банк имеет свои резервы чуть более 29 миллиардов. Это отдельно. Итак, ну вы знаете, что свыше 20 миллиардов было арестовано по иску молдавского бизнесмена Стати. И вообще эти инвестиции, хоть и они оцениваются 61 чем-то миллиардов долларов, это под большим вопросом. Потому что они инвестированы в различные акции, ценные предприятия, ценные бумаги. И вчера, например, когда произошло мощнейшее падение цен на нефть, стоимость этих акций существенно упала. Где-то на 7%, где-то на 10%. Российские предприятия, крупнейшие акции этих предприятий упали на 20-30%. То есть вы понимаете, что эти бумаги, так называемые, ценные, которые находятся и инвестированы через Национальный фонд, так называемый нефтяной, они под большим вопросом. То есть там, если они, власть вам и говорит, что 61 миллиард у нас есть, это не так. Это не так, это бумажки, которые, если они его продадут, они продадут с убытком. И вообще, большой вопрос, продадут ли. Ситуация такова, что в связи с меньшим поступлением доходов в бюджет страны, потому что нефтегазовые, сырьевые предприятия, они будут производить меньше продукции или будут продавать его дешевле. Соответственно, налоговые поступления в страну будут меньше. Вчера кто-то сказал, что вот китайские компании не платят налогов, это неправда. Платят все, все юридические лица, которые существуют в нашей стране, занимаются предпринимательской деятельностью, они все платят, независимо от того, это китайская или местная национальная компания, государственная или частная. Так вот, сейчас все это будет приводить к тому, что доходы резко упадут, и эти доходы нужно компенсировать из Национального фонда. А в Национальном фонде денег мало. Ну, именно живыми деньгами, чтобы можно было их, доллары, завести в страну, поменять их на тенге и вложить в экономику, в бюджет страны. Их на самом деле мало. Это вот объективная реальность. Поэтому здесь, конечно, большой вопрос, сможет ли наличные деньги правительство быстро вложить при появлении этого дефицита денег в бюджете страны. Дальше. Ситуация усугубляется, как я говорил, вот, собственно, самим коронавирусом. Ну, посмотрите, что происходит в западных странах. Например, в Италии. Италия фактически стала закрытой. Людей стараются не выпускать. Вообще, северная часть Италии вообще приостановила свою деятельность. А там автомобильные индустрии, товары народопотребления. То есть, представляете, масштабная остановка предприятий, и люди минимизируют свои появления даже на улицах. Но, представьте, что у нас есть такой вот комбинат металлургический, да, Арселор Металлургический. Можете себе представить, чтобы люди не пошли на работу? Если люди не пойдут на работу, эта продукция не будет производиться. То есть, фактически, мы работаем в сфере таких предприятий, где необходимо присутствие человека, как добыча нефти, его переработки, производство металлургии, производство руд везде, так все устроено, что мы технологически отсталая страна, практически полуручное производство. Ну, возьмем, пример, Америку. Я просто показываю, как эти ведущие страны могут легко выйти из этой ситуации. А они выйдут. У них и медицины мощные, ресурсы огромные. Ну, например, возьмем компанию Facebook. Работают десятки тысяч людей. Они могут спокойно сидеть дома и работать дистанционно, не распространяя, не подвергаясь риску заболеваний коронавируса. Или вот взять компанию Google. Технологичные компании. Таких компаний, например, в Америке огромное количество. Или взять крупные металлургические гиганты, а у них автоматизации мощнейшие. Если на наших предприятиях работают 30 тысяч человек, у них работают 2-3 тысячи человек. Вы представляете? Масштабы, да? То есть, на наших предприятиях работают десятки тысяч, на крупных, у них работает всего лишь несколько тысяч. Все автоматизировано. Соответственно, они эти проблемы легко решат. То есть, ведущие страны мира вот такую проблему, как коронавирус, они ее смогут разрешить, потому что они технологически более развитые, более продвинутые. И используя вот эту ситуацию, они могут работать дистанционно, значительные секторы экономики, без особого ущерба. А мы находимся в зоне очень большого риска. Ну и, соответственно, вот представьте себе, что когда вы говорите, что да, у нас было и в 2014 году, и в предыдущих были девальвации, мы как-то пережили. Теперь представьте, что в этот раз произойдет. Все будет по-другому. Как будет на самом деле развиваться ситуация? Я считаю, что наши граждане должны хорошо понимать азы экономики. Многие из вас уже заранее понимают, как будет себя вести правительство. Как будет вести себя Назарбаев? И многие из вас знают, что на этих кризисах наживаться будет в первую очередь политическая верхушка, а вы будете беднеть. И почему, сейчас я хочу пояснить. Итак, мы знаем, что сегодня курс Национальный банк как бы оставил на прежнем уровне, практически без изменений. Хотя в обменных пунктах за тенге где-то ориентировочно 395, за доллар 395 тенге дают. Но правда ли это курс, реально ли? Но давайте так. Мы должны знать, что главным торговым партнером Казахстана является Россия. Мы находимся в Евразийском таможенном союзе и фактически тенге привязан к рублю. Это нужно всем четко осознавать. Почему? Потому что у нас основные товарооборот, основные отношения идут в этой связи именно с Россией. Именно поэтому тенге привязан к рублю. Вот сейчас ситуация такова, что за 1 рубль дают 5.6 тенге. Это тот самый курс равновесный, который позволяет нашим предприятиям, производящим аналогичную продукцию, как и россияне, металлы, хлеб, молоко. Фактически, но не боятся конкуренции. Потому что если курс будет другой, например, 1 к 4, 1 к 5, это все приведет к тому, что наш рынок казахстанский заполняет российские товары или белорусские, молоко, хлебобулочные изделия, одежда, еще какие-то товары, автомашины в больших масштабах, получится, что российский товар будет дешевле, а наш дороже. И тогда наши предприятия остановятся, они не будут производить тот же самый товар. И в этом смысле надо понимать, что тот курс, который есть, когда за 1 рубль дается 5.6 тенге, это равновесный курс, который позволяет работать нашим предприятиям. Соответственно, люди могут работать на этих предприятиях, получать заработную плату, предприятие может платить налоги бюджет страны. Мы должны это для себя осознать. Мы привязаны к российской экономике, потому что мы находимся в едином таможенном союзе, во-первых. Во-вторых, мы фактически ничего не производим. Мы не диверсифицированная страна. Вот посмотрите, что происходит в Европе. Евро устойчивое, стабильное. Они практически все производят в этой стране. И поэтому их, этот курс, каких-то соседних стран не сильно волнует. Более того, им очень выгодно, что цены на нефтепродукты будут низкими. Вот представьте, нефть становится дешевле. Автоматически у них становятся нефтепродукты дешевле. Ну, например, если человек, имеющий автомобиль, в месяц платил 500 евро за бензин, который он использовал при перемещении по городу, теперь будет платить в два раза меньше ежемесячно. семьи обычно имеют по две-три машины. Ни одну или вообще не имеют, таких нету. Практически все имеют по две-три машины на семью. И вот у него каждый месяц экономится эта сумма. Сейчас в интернете очень много информации, что рынок нефтепродуктов в Европе и в Америке падает автоматически. То же самое происходит по газу. То есть, каждый месяц идет перерасчет, человек начинает меньше платить счета за газ, человек меньше платит за нефтепродукты, значит, каждый месяц у него какая-то сумма накапливается, которую он раньше тратил на эти товары. И он может их направить на другие отрасли, покупать одежду, покупать еще какие-то услуги, но пользоваться, что называется, услугами других секторов экономики, соответственно, эти экономики, сектора экономики начинают тоже развиваться. Потому что у них диверсификация, у них все есть, самые различные отрасли развитые. А что у нас, если у нас цены на нефть будет высокий, доходы будут в бюджет страны приходить меньше, значит, ваши зарплаты под вопросом. Это ремонт дорог, это строительство, это пенсии, это вообще колоссальные проблемы в нашей стране. Более того, представьте, правительство заявляет о том, что теперь они создали штаб, они будут диверсифицировать экономику, они там будут контролировать, чтобы цены не росли. Но представьте себе, как это возможно, если они при 70 долларов за баррель, при 100 долларов за баррель не смогли экономику диверсифицировать, сделать разнообразной, как они сделают, когда цены будут на уровне 30-35 долларов за баррель, когда в 2-3 раза меньше цены на нефть. То есть, раньше этими деньгами или излишками, которые накапливались в национальном фонде, можно было бы инвестировать, организовать новое производство и все прочее, они не делали. А теперь, когда кризис, правительство наше в лице Мамина и Тукаева, президента, как бы, заявляет, что вот теперь они займутся диверсификации и стабильность цен. А как стабильность цен можно заниматься? Административно будет ходить прокуроры по рынкам, долбать магазины и говорить, ты почему по этой цене продаешь? Где вы такое видели? Хотел бы я еще пояснить, что нам стоит ожидать по курсу доллара. Вот сегодня, ладно, Национальный банк из своих резервов вбросил на биржу валюту, на которой был спрос, у Национального банка порядка 20 миллиардов долларов резервов, значит, он выставляет на биржу и желающие его покупают и таким образом сдерживается искусственно девальвацией тенге. Ну, я вам говорю, что в России уже рубль 73 сегодня. Тоже, россияне инвестировали, Центральный банк, Министерство финансов, другие компании выбросили валюту на рынок, чтобы удержать курс. Тем не менее, курс за 1 доллар 73 рубля. Если перевести его на курс 5.6, а это вот такой вот сейчас равновесный коэффициент, то тенге сейчас минимум, даже относительно российской экономики, должен быть минимум 410 тенге. А сколько у нас сейчас? 382. То есть, вы понимаете, что Национальный банк просто сжигает ресурсы, сжигает резервы, просто бесполезны. Более того, он подставляет эти предприятия, которые существуют в нашей стране и конкурируют с соседними российскими же предприятиями. Что в итоге будет? В итоге, Национальный банк весь март будет сжигать резервы, чтобы удержать курс. 18 марта Назарбаев проводит так называемый расширенный полицовет партии Нуратан. Ну, как вы знаете, что Назарбаев совсем недавно говорил, ну вот там 16-й нам надо пережить, 17-й, 18-й, а в 20-м году все будет очень хорошо. Ну, здравствуйте, мы пришли в 20-й год. Все очень хорошо? Нет? Вы сами видите. Но ему же нужно перед телевидением красиво смотреться, поставить задачи, новые там программы 20-50, 20-100 объявить и так далее. Поэтому он не может себе позволить к 18-му марта уронить курс. Поэтому Национальный банк будет из своих резервов бросать на биржу и сжигать ресурсы ради политической так называемой временной стабильности. Одним словом, это курс у нас не рыночный. Хотя правительство говорит, что у нас плавающий курс. Что такое плавающий курс? Это когда у меня есть доллары, я хочу их продать и получить деньги. Я их выставляю на рынок, на биржу. С этой стороны появляются покупатели и как бы идет торг на бирже. И так устанавливается курс путем спроса и предложения. С этой стороны спрос, здесь предложение. Когда вот как на базаре вы торговались, так устанавливается более-менее рыночный курс. А в нашей стране, когда они говорят о плавающем курсе, они лгут, потому что никакого плавающего курса нет, потому что национальный банк начинает вбрасывать валюту, сжигает ее, эту валюту. Банки находятся все под контролем Назарбаева и национальный банк им говорит, так, ты покупаешь у меня 10 миллионов долларов, ты 20, ты у меня 5, больше не покупаешь, иначе это приведет девальвации тенге, иначе я национальный банк должен выбросить больше долларов. там они говорят банки, но у нас клиенты просят, им доллар нужны, сегодня клиенты подождуть, пусть приходят завтра. Завтра эта валюта продается по очереди второму, третьему эшелону и так далее. И вы понимаете, эти предприятия начинают буксовать. Кому-то нужна валюта срочно, у него внешнеторговые операции, а административным таким образом влиянием, этим компаниям не дают возможность приобрести валюту. Или они приобретают где-то сбоку у других, но по более высокому курсу. Тот самый более высокий курс как раз и является реальным рыночным курсом. Вот что значит плавающий курс. Я вам показываю, что на самом деле никакого плавающего курса у нас нет и не было, потому что он полностью регулируется административно действующей властью, используя полный контроль над финансовым сектором страны. Именно поэтому вы сегодня думаете, что ну вот курс вроде стабильный, а на самом деле история нашей страны, история наших девальваций показывает. Соседние страны облегчают свой курс, например, рубль обесценивается. Вы если хотели вчера приобрести например какую-то автомашину российского производства вы видите в нашей стране она дороже в тенге, потому что курс у нас стоит не шевелится, а в России девальвируется валюта, тогда наш человек выезжает в Россию и начинает оттуда все привозить. То есть эти деньги, которые должны работать в нашей экономике, они уезжают в соседнюю страну и через какой-то момент наступает ситуация, что правительство вынуждено реально провести девальвацию. И как вы помните, девальвация в нашей стране не как в России происходят постепенные падения, единомоментно сразу на 20-25 процентов происходит обвал. И те, кто держит свои деньги в тенге, он проигрывает немедленно, сразу. Ну и второе, вы должны знать, что почему этой политической верхушки еще выгодно проводить одномоментно одним ударом. Потому что они сидят в сырьевых секторах, нефть, газ, металл и все прочее. Плюс они знают, когда произойдет девальвация. Раз они знают, они на этом еще зарабатывают. Они ваши тенге, которые у вас на выписке оформлены как тенге, эти тенге переводят доллары, сидят, ждут. Они точно знают, когда будет девальвация. Если сегодня был курс 382, потом неожиданно он становится 450, и они вот эту валюту выбрасывают на рынок ваших же денег и зарабатывают на курсовой разнице. То есть практика показывал, я много раз публиковал и сейчас буду показывать перед предстоящей мощнейшей девальвацией одномоментной кто зарабатывает, какие суммы вы это увидите в моих выступлениях. То есть фактически на этой девальвации опять заработает политическая верхушка, не вы. Многие из вас говорят, у нас нет денег, мы принимаем жизнь, какая она есть. Ну типа я в тенге живу и в тенге покупаю. Уважаемые друзья, я вчера в своем выступлении говорил, что после того, как произойдет девальвация, цены на основные товары поднимутся ровно на столько, минимум на 15, 20, 25 процентов. То есть вы за те же самые тенге завтра не сможете купить такое же количество товаров, потому что она все подорожает. Вот что значит девальвация. Вот собственно я врус показываю, какие трудности перед вами стоят и показываю, кто на этой девальвации зарабатывает и заработает. Это наша политическая верхушка. Примеры других стран, например, Гонконг. Как они действуют? Смотрите, эффективное правительство. Доход на душу населения в Гонконге составляет порядка 50 тысяч долларов. В Казахстане менее 10 тысяч долларов. То есть доход на душу населения в этом Гонконге, я раньше говорил государство, сейчас скажем островная часть Китая, в пять раз выше, чем в Казахстане. Что сделало правительство Гонконга? В связи с тем, что возникли проблемы с развитием коронавируса, рынок стал проседать, меньше стало людей покупать, и у людей стало меньше денег. Они раздали по 1200 долларов, 7 миллионов человек получили единоразовые такие выплаты со стороны правительства. 200 тысяч семей отдельно получили помощь, и там разных видов помощи на 15 миллиардов долларов, на 7 миллионов человек, 15 миллиардов долларов получили единовременную помощь. Обратите внимание, рыночная страна, очень богатые граждане, один из самых высоких доходов в мире, и правительство начинает активно помогать своим гражданам. Вы вчера, наверное, слышали, даже латыши списали ипотечные займы гражданам, которые брали кредиты в 2009-2008 годах? Они списали. Вы помните, как банки получали массированные инвестиции со стороны бюджета страны? Вот Казком, например, влили свыше 8 миллиардов долларов. Но разве вам списали кредиты? Разве малый и средний бизнес какую-то часть кредитов кто-то списал? Нет. Разве вы, взяв ипотечный займ и потеряв рабочее место, вам списал кто-то кредит? Нет, вам приходят компании, они вас долбят, вы не можете выехать из страны, у вас забирают последнее имущество, квартиры и что-то еще, что вы успели заложить. Вы видите, что даже в таких странах, которые являются по сути более богатыми, идет массированная помощь, как списание кредитов, как единоразовая помощь, помощь скажем менее социальным слоям населения. А мы прекрасно знаем, чем закончится эта девальвация. Если предыдущие девальвации были тогда, когда был период роста экономики и были у людей какие-то запасы, то сейчас девальвация на 15-20% как вы понимаете, приведет к серьезным последствиям для вас. Почему я говорю, что этот кризис наиболее опасный, наиболее тяжелый? Он еще будет осложнен тем, что в мире идет развитие коронавируса и у нас тоже это будет. И вот именно поэтому с учетом отсутствия минимальных запасов у наших граждан мы находимся сейчас в тяжелейшей ситуации. Очень тяжелой ситуации. И, конечно же, меня многие спрашивают, что же делать в этой ситуации? Какие действия? Уважаемые друзья, при всех трудностях, которые есть, я, тем не менее, излучаю оптимизм. В первую очередь, связано с тем, что ситуация в нашей стране изменилась. Граждане, да, их не так много, не тотально, но я говорил, что для того, чтобы добиться перемен, нам нужно 3-5% общества, активной части общества. И я могу квалифицировать, констатировать, что ситуация сильно изменилась. и объясню, что нам нужно делать. Если несколько лет назад, когда мы говорили о кризисах, этот режим просто изымал ваши средства, обеднял вас девальвацией, и вы ничего не могли сделать, вы не знали, что делать, сейчас совершенно иная ситуация. Мы понимаем, что при этой девальвации будет происходить, как обычно происходит усиление репрессий со стороны государства. А именно, по сути дела, будет подавление. Сейчас власть поднимает зарплату полицейским, набирает новый штат. Вы слышали, что новые бюджеты формируются, допросят недополнительные средства, и правительство выделяет. Это политическая верхушка прекрасно понимает, что кризис, он действительно в этот раз другой, он опасен для них, для тех, кто контролирует власть. Не случайно, только в понедельник произошел обвал на международных рынках, цены на нефть упали, фондовые рынки упали, так сразу же экстренное заседание правительства, экстренное заявление со стороны Национального банка и Такаева, и правительства, создали чрезвычайный штаб, то есть вы должны понимать, Назарбаев и его ближайшее окружение понимают опасность текущей ситуации, то есть она необычная, она необычная, поэтому они так быстро среагировали. И надо понимать, что в условиях, когда будет девальвация, когда будет протесты, власть намеревается их гасить опять репрессиями, подавлениями. Но у страны сейчас есть выход, есть политическая организация, демократический выбор Казахстана. У страны есть видение, куда двигаться. Мы все прекрасно понимаем, что именно эта политическая верхушка грабит страну, именно эта политическая верхушка разваливает экономику, именно эта политическая верхушка является супермиллиардерами во главе с Нусултаном Назарбаев, его личное состояние оценивается минимум в 200 миллиардов долларов США. Чтобы вы понимали, республиканский бюджет страны всего лишь менее 30 миллиардов долларов. То есть он украл у 18 миллионов человек доходы на 10 лет вперед, как минимум. Минимум на 10 лет. То есть это супер богачи, которые не работая в бизнесе стали супермиллиардерами. и это политическая верхушка хочет удержать власть путем репрессии. И мы понимаем, что она должна уйти, мы должны их отстранить, и мы говорим, что нашей стране не нужна должность президента. Мы хотим, чтобы власть контролировал народ. Как во всем мире, как во всех ведущих странах. Именно демократическая форма правления, когда народ контролирует власть, это приводит к тому, что формируется диверсифицированная экономика. Вы посмотрите, во всех европейских странах ведущих в Америке диверсифицированная экономика. Почему? Потому что вся власть перераспределена среди народа. Богатства перераспределены. Да, есть богатые, но их узкая прослойка. У нас верхушка во главе с Назарабаемым супер богатые. Около 10% населения более-менее живут. 90% бедные и нищие. Это отражение политической модели. Когда вся власть принадлежит политической верхушке, вся экономика там, соответственно, богатство там, а бедность и нищета у 90% населения. И когда мы перестроим нашу политическую систему, когда мы откажемся от президента должности, парламентская республика, депутаты избираются прямо народом, и депутаты, соответственно, назначает правительство во главе с премьер-министром. все. Все под контролем народа. Акимы избираются народом на прямых выборах. Вся власть на всех уровнях, включая судьи, избирается народом. Вот куда мы идем. Мы говорим о том, что как только мы отстраним эту власть, временное правительство работает полгода, за полгода проводятся честные выборы, и лучшие граждане страны приходят рулить страной на всех уровнях. Мы ясно понимаем, что делать. Мы ясно понимаем, что наша страна обладает гигантскими богатствами. Мы точно знаем, что достаточно даже в условиях кризиса просто перекрыть каналы воровства, и у нас все стабилизируется, жизнь наших граждан изменится. Мы должны это понимать, программы ДВК об этом говорят. Мы как движущая политическая сила последних трех лет нашей стране, вы видите, нас, как политическую организацию боится эта власть, именно нас запретили, именно только у нашей организации есть четко прописанные программы, которые не приведут монополию на власть Блязова или этой политической организации демократических выборов Казахстана, потому что у нас будут выборы, у нас будет конкуренция, любой может зарегистрировать партию, пойти на выборы и показать, на что он способен. То есть для нашей страны, для наших граждан есть четкий путь, что делать, куда двигаться, мы построим политическую модель, как в лучших европейских странах и Соединенных Штатах Америки, соответственно, мы все эти богатства страны можем использовать для развития. дали далее, то есть мы понимаем, что делать, не нужно паниковать, не нужно бояться, то есть куда идти, мы знаем, стоит вопрос, что делать и как делать. Посмотрите, как наше общество объединяется, посмотрите, как власть применяет различные репрессии и происходит самоорганизация общества, посмотрите, когда наши известные женщины Оксана Шевчук, Джо Керова и другие наши женщины были защищены обществом. Посмотрите, под давлением общества был выпущен Мухтар Жакшев. Решение во всяком суде суда есть, он выйдет 19 марта. Посмотрите, как самоорганизовалось общество активисты по убийству Дулата Гадила. Тысячи людей пришли на похороны, тысячи людей сказали нет, и этот режим напуган. Были блокированы все трассы в тот день, потому что эта масса двигалась на Астану. У нас в стране ситуация изменилась. Общество активизировалось и наше общество ясно понимает, что делать. Не бойтесь хаоса, не бойтесь беспорядков, их не будет. Не будет, потому что мы знаем, что мы хотим сделать, как сделать, куда мы двигаемся. Есть политическая организация, демократический выбор Казахстана, есть сейчас еще партия КОЩЕ, которая активно двигается и заявляет о том, что эти изменения возможны только на улицах. Уважаемые друзья, ситуация в стране поменялась, мы ясно видим, куда идем, мы видим лидеров этого процесса и мы знаем, как мы этого добьемся. Вы видите, известный блогер Азамат Байкенов из Северного Казахстана, из Петропавловска, выходит на пресс-конференции. Простого блогера этот режим прессует, в его выступлениях ищут слова, которые по смыслу совпадают с моими выступлениями, ему инкриминируют, что он якобы сторонник ДВК, но наша позиция, наша критика режима, она звучит сейчас у всех. Тот же самый провластный проект ДПК в лице Мамая говорит те же самые слова. Тот же самый провластный проект Оян Казахстан тоже говорит, что этот режим должен уйти. Почему их не преследует? Почему такая избирательность? И это обычный блогер. Это обычный блогер получил поддержку со стороны общества. Получили матери. То есть, у нас идет самоорганизация. Мы должны поддержать, помочь и мы можем объединиться. То есть, сейчас мы понимаем, куда идти? Понятно. Что делать? Понятно. Как объединяться? Понятно. В первую очередь, когда вы поймете, что этот режим должен уйти, вы сделаете следующие шаги. Есть чат Демократический выбор Казахстана активист ДВК. Есть каналы 16-12, канал Мухтара Блязов. Вы получаете всю информацию, что происходит в стране, что делать, куда двигаться. И вы знаете, что мы, как политическая организация, все время призываем выходить на митинги. Мы скоро объявим новую дату проведения митингов и мы все объединившись, шаг за шагом, собрав десятки тысяч на площадях страны, мы сумеем добиться смены этого политического строя. И вы не должны бояться, что власть попадет в руки непрофессионалов. Я просто скажу несколько слов о себе, что вы прекрасно знаете, что я был министром энергетики, руководил крупнейшим бизнесом, создал один из крупнейших банков на территории постсоветского пространства, он вошел в 173 банка мира, число 20 крупнейших азиатских банков и так далее. То есть у меня знания огромные в любых секторах экономики, абсолютно любых. Железная дорога, промышленность, любой сегмент экономики для меня понятен. Я в состоянии собрать команду, она есть, мы справимся с любыми проблемами. Единственная проблема, которая сейчас стоит препятствие, точнее не проблема, на нашем пути, это политическая верхушка во главе с Нурсултаном Назарбаевым. Вы знаете, что сегодня вышло объявление о том, что ряд некоторых активов семьи Назарбаев арестованы в Лондоне. И эти процессы будут происходить, когда мы придем к власти, мы будем арестовывать их активы по всему миру. А в связи с тем, что я бывший банкир, я много лет боролся с ними именно в этом секторе, я хорошо знаю, как арестовывать их имущество. Поэтому мы перекроем каналы воровства, в нашу страну вольются десятки миллиардов долларов, которые сейчас похищаются, во-первых. Во-вторых, мы проведем реформы политические, экономические. Все эти реформы приведут к тому, что миллионы людей будут очень активными, они смогут раскрыть свои таланты, а это значит миллионы новых рабочих мест, это новые поступления в бюджет страны и третье. Это уже последнее, то, что мы их активы арестуем, конфискуем, и эти деньги, они вернутся в страну. Не как сейчас. Англичане могут арестовать имущество Алиев, и если они не докажут свою собственность, именно легитимность, а им трудно это доказать, то они конфискуют бюджет Англии. Мы не должны этого допустить. Мы знаем, где эти активы, я имею серьезную команду, которая эти активы сумеет арестовать, продать, и деньги вернутся в нашу страну. Кризис это возможность. Это не обязательно проблемы. В данной ситуации у нашей нации возможность. Возможность очнуться, возможность проснуться, возможность обедниться, возможность бросить это ермо с наших плеч, этих пиявок с тела народа и возможность изменить нашу жизнь, получить свободу, стать достойными гражданами планеты, стать частью глобального мира, стать сильной страной. Мы сильные нации, мы можем это сделать. И эти проблемы, которые сейчас, я уверен, должны нас подтолкнуть на активные действия. Так что, уважаемые друзья, я знаю, многие из вас переживают, где деньги держать, еще что-то, я по этим вопросам отдельно выступлю. Сейчас я говорю, у нашей страны возможность. Мы не должны бояться кризиса, мы должны обедниться, мы должны выйти на митинги, мы должны добиться смены этого политического режима, мы должны создать такую ситуацию, когда лучшие граждане нашей страны придут в управление этим государством, и мы сделаем резкий прорыв. Таких примеров в мире было много, и у нас сейчас исторический шанс. Алга-Казахстан.